друзья всех приветствую на торговой сессии среды мы снова на финансовых рынках и говорим о ключевых фундаментальных событиях и основных триггерах способных раскачать движение фондовых инструментов инструментов валютного рынка и сырьевых активов сегодняшний день очень важный потому что в среду после двухдневного заседания которая стартует во вторник подводится итоги опять же мы следим за фидрезервом мы знаем то что американский регулятор в этот раз перед решением власти республиканцев и демократов по новым мерам фискальной поддержки также может порадовать фондовиков например намекнув на доп меры экономического стимулирования нужно также понимать что сейчас власти фрс работает в единой связке поскольку они думают и разумеется заботятся о стабильном экономическом на росте о благополучии американской экономики и вот так уж сложилось к сожалению но американская экономика взяла один из самых серьезных ударов по по именно последствиям пандемии мы это видели в ряде макроэкономических показателей а точнее даже во всех и до сих пор штаты остаются одним из основных эпицентров распространения инфекции очень трудно в таких условиях прогнозировать темп экономического роста думать наперед что будет дальше потому что та проблема которая для американской экономики является якорем это пандемия к вида 19 эта проблема она остается все еще актуальней раньше на очень долгое время я верил друзья в рост и укрепление американского доллара потому что всем известен его статус валюты защиты валюты резерва и этот статус годами десятилетиями не ломался но вот сейчас не совсем обычные условия сейчас условия при которых фрс старается не думать о последствиях так же как и власти сша дополнительного стимулирования они пытаются вместе вылечить проблему деньгами залить экономику таким количеством ликвидности которая поможет а секторам остаться на плаву но у всего этого будут последствия друзья это последствия связаны с ростом инфляции я думаю что эта проблема станет следующей после пандемии и мы столкнемся возможно после 21 года с ней и эту проблему не стоит недооценивать я уверен друзья если вы заработали в последнее время на ралли золото в эту проблему точно изначально предвидели вы их прислушивались к рекомендациям не только к моим поставили на рост этого инструмента и сейчас находитесь очень хорошим профитом и принципе золото еще не достигла своих локальных максимумов вернемся к индексу американской валюты 93 63 повторюсь что я долгое время верил то что фрс воздержится от дополнительной поддержки поскольку регулятор должен осознавать вот эти негативные последствия на перспективу для доллара из-за которых он реально может потерять статус валюты резерва но фрс все-таки дал слабину и в принципе так же как и власти пытаются снова продолжать заливать экономику ликвидностью вот почему друзья сегодня по факту оглашение итогов мы ждем подробности относительно того что будут предпринимать чиновники регулятора подобные стимулирования дальше этого увеличения программы количественного смягчения какой-то новый ассортимент выкупаемых облигаций потенциальные изменения друзья все еще есть такая возможность процентной ставки все эти изменения они будут после августа после сентября но самое главное их могут анонсировать и реакции трейдеров на них может оказаться в принципе точно такой же как если бы это был не прогноз действий и не дорожная карта того что будет дальше а если бы это было например реальные действия поэтому сегодня несмотря на то что сейчас по итогам вчерашнего дня мы видели локальную коллекцию американской валюты сегодня индекс снова под давлением и я думаю друзья распродажи американской валюты продолжится что касается фискальных мер поддержки до сих пор еще нет решения от республиканцев и демократов есть подводные камни пытаются договориться найти компромисс но я думаю что как бы эта тема не преподносилась это все равно формальность которую пройдут и представит вот этот новый фонд помощи на 1 триллион долларов потому что если сейчас этого фонда помощи не будет реализуется так называемый фискальный край утеса это когда те безработные больше 30 миллионов человек которые сейчас в принципе существует только лишь на выплаты повышенные выплаты от властей там 600 долларов в неделю они а перестанут получать эти чеки я много раз уже рассказывал о том что экономическая активность рухнет в пропасть если сейчас не дать им возможности работать с этим а практически кэшем распоряжаться им и вносить свой вклад через напечатанные деньги в экономических рост если этих денег не будет друзья весь тот позитив который ранее нам пытались преподнести по макроэкономическим отсчетам по восстановлению отдельных отраслей все это вернется к прежнему спаду и коми американской экономики примерно масштабов марта или даже еще чуть раньше как-то мы только начали говорить о пандемии резюмируем мы ждем стимулирующих мир от федрезерва мы ждем точно такой же поддержки от властей сша в купе это то что станет раздувать баланс регуляторы это то что будет создавать риск инфляции доллара и впоследствии баланс дутой фрс и инфляции все это конвертируется в простой вектор понимания это ослабление курса на доллара кстати говоря а голлман сакс полагают то что вот такими вот действиями американские чиновники и подорвут статус валюта резерва то есть я вам говорил об этом раньше но может быть кому-то более интересная позиция одного из крупнейших инвестбанков принципе точно такое же умозаключение поэтому будьте крайне внимательны к тому как вы сейчас работаете с долларом если вы верите в американскую валюту я друзья не буду вас отговаривать потому что очень долгое время сам верил нее но вот перестал это делается и стараюсь и вам обозначить фон при котором нужно будет принять решение как торговать американцам дальше я держу короткие позиции по доллару и соответственно ставлю на укрепление рисковых инструментов и еще и на на роста золота 1953 сейчас думаю что до 2000 мы точно доберемся вчера локальный хай был 1981 откатили может быть это также было связано с локальным восстановлением доллара но сейчас все возвращается на круги своих доллар идет вниз золото начинают откупать и золото будет расти я думаю что не остановится даже на отметке 2000 долларов за тройскую унцию но рисковать уже выше наверное не будет иметь никакого смысла если вы ждали вот этого психологического рубежа в целом золото будет подогревать риски инфляции которые я уже сказал и вероятность того что ставки реальной доходность американских облигаций будет оставаться под давлением потому что фрс продолжит стимулировать экономику не только через изменение программы количества смягчения но через потенциальной коррекции основной процентной ставки нефти 43 57 сегодня запасы в 17 30 друзья если говорить про то на что нужно обратить внимание помимо самих запасов я рекомендую посмотреть за динамикой роста нефтедобычи в штатах за позапрошлую неделю количество боровых увеличилась на одну единицу я допускаю что объем добычи также мог прибавить и это потенциальный негативный фактор для нефтянки плюс ко всему а с 1 августа опек меняют соглашение энергетического пакта соответственно будут добывать на 2 миллиона баррелей нефти больше это риск для роста предложения избыточного предложения за которым не будет поспевать спрос но это все риски которые всем известны были уже давно я готов положиться на них друзья и открытия короткую позицию он только после захода через 45 как я уже говорил евро против доллара 1 17 31 ждем 1 18 и там будем фиксироваться фунт против доллара здесь вы знаете позицию доллар канадец 133 70 мы в длинных позициях с уровня 134 это как раз в расчете на то что если нефть без захода наверх даст дальнейшую коррекцию мы будем готовы использовать это движение в слабости канадца на этом друзья все не забывайте подписываться на наш канал а market составляйте вопросы если они есть в секции с комментариями и не забывайте ставить лайки всем пока